Ежедневно в комментариях под видео, в чате в дискорде, в чате на стримах я отвечаю на кучу вопросов одного и того же характера. Почему у меня не едет сатсума? Почему у меня не заводится сатсума? Что у меня стучит в сатсуме? Почему сатсума греется? И так далее. Сегодня ответим на все эти вопросы в гайде. Итак, сатсума собрана, но не заводится. Вы вставляете ключ, поворачиваете его и ничего не происходит. Не зажигается приборная панель, не слышно звука стартера, то есть просто полная тишина. Причиной тому может быть разряженный или не закрученный аккумулятор. Если вы аккумулятор надолго оставили в машине неотсоединенным, давно его не заряжали и так далее, или может быть у вас он вообще не заряжается в машине, возможно не работает генератор, то аккумулятор может в какой-то момент оказаться разряженным. Чтобы проверить его заряд, снимаем его с машины, подносим вот к этому зарядному устройству, ставим и смотрим на показатели. Если стрелка находится в крайнем правом положении, значит аккумулятор разряжен в ноль и его нужно оставить на зарядном устройстве на продолжительное время. Если после того, как он на этом зарядном устройстве какое-то время постоит, стрелка не сдвинется, значит аккумулятор умер и вам нужен новый. Ну а если аккумулятор зарядился хотя бы наполовину, его можно ставить в машину. Обязательно проверьте, затянуты ли у вас все клеммы. Напоминаю, что затягивать сперва плюс, потом минус. Снимать в обратном порядке. Ключ на 8, если кто забыл. Если же проверка аккумулятора ничего не дала, то ответ один. Вы накосячили с проводкой. То есть нужно еще раз пересмотреть гайд по проводке и внимательно все повторить. Других причин, по которой Сатсума не реагирует на ключ, больше быть не может. Ну, либо у вас какой-то баг. Вот такой характерный звук при попытке завести двигатель говорит о сильном износе стартера. Стартер это деталь, которая находится спереди двигателя, снизу. И крепится он двумя болтами на 7. После того, как мы сняли любую изношенную деталь, мы можем поехать к флитарину в магазин запчастей, купить новую. Либо отвезти ему изношенную, оставить на ремонт. Это будет дешевле, но и деталь получится у него не новая. То есть он ее с определенной долей вероятности ремонтирует до какого-то состояния, но не до нулевого. Поэтому я лично рекомендую покупать новые. Разница в цене не принципиальная, а в качестве значительная. Характерный звон, который можно услышать при заведении машины, раздающейся из клапанов, как раз говорит об износе этих самых клапанов. Клапана находятся под крышкой ГБЦ. Снимаем ее. И вот они здесь. Коромысло с клапанами крепится 5 болтами на 8. Откручиваете, снимаете и либо везете на ремонт, либо покупаете новые. Как только вы услышали необычный звон, знайте, время менять коромысло с клапанами. Если из-под машины вдруг пошел дым, а теперь температура достигла критического предела, это означает, что умерла водяная помпа. Водяная помпа находится вот здесь, за этим шкивом. И чтобы ее снять, нам сперва придется открутить вот эти 4 болта на 7 и ослабить натяжение ремня. Для этого откручиваем винт на генераторе, скручиваем его в крайнее левое положение. Потом правой кнопкой мыши скидываем ремень, скидываем шкив помпы. И вот, собственно, она, эта самая помпа, которая крепится 5 болтами на 7. Вообще, основные проблемы с перегревом с Адсума вызваны, как правило, помпой. Почему? Потому что помпа очень быстро изнашивается, видимо, у нее маленький ресурс. Поэтому, если машина начинает вдруг ни с того ни с сего греться, часто закипать, никак не охлаждается, но в большинстве случаев это помпа. За исключением тех случаев, когда вы помпу вот буквально только что поменяли, а машина все равно греется, в этом случае, скорее всего, виноват радиатор, а точнее уровень охлаждающей жидкости в нем. Никогда не откручивайте радиатор на горячую, дождитесь, пока температура упадет, иначе у вас герой может ослепнуть временно. Ну, с падением уровня жидкости все просто, просто берем ее и доливаем, а в совсем крайнем случае можно пописать в радиатор. Если при нажатии на газ машина реагирует рывками, набирает обороты рывками, то с высокой долей вероятности у вас накрылся топливный насос. Топливный насос находится спереди двигателя, крепится двумя болтами на 7. Вот так вот он выглядит в снятом виде. Топливный насос тоже расходник, так же, как и водяная помпа, выходит из строя очень быстро и очень часто. Это, в общем, тоже распространенная проблема. Иногда из-за него машина может вовсе даже и не заводиться. То есть стартер крутит, но топливо в движок не поступает, поэтому машина и не заводится. Поворачиваете ключ, стартер крутит, ничего не происходит, не обязательно умер именно топливный насос. Возможно, вы накосячили с настройками, то есть не выставили зажигание правильным образом, с настройкой карбюратора или клапанов на портачке. Чтобы этих проблем избежать, можете посмотреть мой гайд по настройке садки. Если после заведения температура двигателя еще низкая, машина глохнет и сразу же начинает дымить, а также она глохнет на холостых, с высокой долей вероятности у вас прогорела прокладка ГБЦ. Снимаем крышку. И теперь снимаем головку блока цилиндров. Кромысло с клапанами снимать не обязательно. ГБЦ можно снять вместе с карбюратором. Никакой проблемы в этом нет. Вот так выглядит прогоревшая прокладка. В отличие от помпы и бензонасоса, ее хотя бы по внешнему виду можно определить, что она мертвая. Также, если вы вдруг едете по дороге и чувствуете, что машина никак не хочет набирать, особенно на высоких передачах, на третьей, на четвертой, это тоже может быть дело в прокладке, которая недообеспечивает достаточную герметичность, из-за чего, собственно, вся мощность у вас вылетает в трубу. Но иногда причиной может быть вовсе даже и не прокладка, а вполне себе поршень. Благо, что поршни худо-бедно видно через движок, и можно вот так вот, ползая перед капотом машины, смотреть на их состояние. Прогоревший поршень вот такого вот темно-серого цвета, в то время как нормальная поршня, светло-стальная. К сожалению, для того, чтобы поршень снять, вам придется весь двигатель разобрать. То есть придется снять его с подъемника, снять поддон масляный, открутить распредвал, открутить коленвал, то есть поснимать абсолютно вот это вот все. Ну, головку блока цилиндров можно снять вместе с карбюратором. Вот, и только тогда вы сможете добраться до поршней. В принципе, эта проблема актуальна для тех, кто машину собирает первый раз, очень часто в начале игры один из поршней бывает прогоревшим изначально. То есть он еще не до конца мертвый, завести, чуть-чуть поездить его хватит. Но и только-то. Поэтому если вы начинаете новую игру и видите, что один из поршней отличается по цвету, лучше сразу же купить новый и не ставить эти горелки-гнилушки. Вот такой неприятный гадкий звук означает, что у вас умер генератор. Также на его скорую смерть указывает вот постоянно горящая вот эта лампочка. Она означает, что машина в данный момент работает исключительно от аккумулятора, а генератор не участвует в его заряде и вообще никак не принимает участие в жизни машины. Генератор находится вот здесь, рядом с помпой. Откручиваем крепежный винт, скручиваем его в крайне верхнее положение, снимаем ремень. Далее у нас один болт на 7 сверху и один болт на 10 снизу. Вот он сам болт, а вот там на конце находится его гайка. Генератор тоже является часто ломающейся деталью, как и помпа, так же, как и топливный насос. Если вы видите, что вот эта лампочка на приборной панели постоянно горит красным, вне зависимости от того, стоите вы или едете, это должно для вас стать первым сигналом, а генератор скоро помрет. Ну и, разумеется, проблемы с перегревом или недозарядом аккумулятора могут возникнуть из-за того, что у вас просто-напросто порвался ремень. Ну, то есть он износился и порвался. Поэтому на всякий случай всегда заглядывайте, есть ли он вообще здесь. Вот этот гул во время движения ни о чем не говорит, это нормальный гул коробки Сатсумы. Поэтому это не является поломкой, волноваться здесь не о чем. Вот такая проблема может произойти с вами на дороге. А вот, собственно, и причина. Как мы видим, коленвал у нас приказал долго жить. По нему даже видно, что он кривой, несмотря на то, что он, в принципе, коленчатый сам по себе. Но он у нас неровный. И вот здесь вот идет, видно, что идет на изгиб. А вот в этом месте даже видны его внутренности. На самом деле, коленвал ломается достаточно редко. Это очень живучая деталь. И вовсе не обязательно для этого переключаться с третьей на вторую. Я это сделал исключительно для демонстрации. Иногда он ломается просто из-за износа. Если обороты зашкаливают, машина еле ползет, с трудом зацепляется, то есть движок крутит, а машина разгоняется крайне неохотно, вероятнее всего у вас накрылся диск сцепления. Диск находится вот здесь. Здесь, благо для того, чтобы его снять, пол машины разбирать не придется, но повозиться надо. Сперва снимаем крышку. Это 4 болта на 7. Далее снимаем вот эту штуку. 6 болтов на 6, и здесь еще один на 6. Ну а теперь снимаем корзину. Для этого откручиваем болты, переключаемся в режим руки, и крутим маховик корзиной до следующего болта. И тоже его откручиваем. После того, как все открутим, ее можно будет снять. Берем в руки. И вот, собственно, он и есть, этот самый диск сцепления, который нам нужно будет заменить. Если у машины появилась привычка вдруг ни с того ни с сего начинать терять обороты, и она с большим трудом стартует с первой, медленно разгоняется на третий, вероятнее всего это умирает коробка передач. Снять коробку довольно проблематично, вам придется демонтировать весь двигатель, и потом уже разбирать его в обратном порядке, так же, как и собирали. Ну а следующие неполадки, как правило, вызваны неправильной сборкой. Если у машины постоянно вылетают передачи, и при попытке переключиться она сбрасывается на нейтраль, это означает, что вы не закрутили вот этот болт, и еще два вот здесь. Раз, и два. Очень часто про них забывают, они на пять. А если не работает ручник, то это означает, что вы забыли закрутить вот этот болтик сзади. Ну и наконец, мое любимое. Вот такие хлопки при заведении, а также огонь в карбюраторе, могут указывать не только на неправильную настройку карбюратора, но и на неправильную установку шестерни. Вот эта шестерня должна быть установлена по специальным меткам. Если вы не смотрели гайд по сбору двигателя, то обязательно посмотрите. Также неправильная установка этой шестерни приводит к стуку клапанов при попытке завести машину. Эксплуатировать машину с неправильно установленной шестерней распредвала нельзя, это ее убивает. Также я рекомендую следить за состоянием автомобиля и проверять уровень жидкостей. Благо сейчас можно это сделать, просто открутив крышку и наведя точку курсора. Ну а уровень масла можно проверить с помощью специального щупа, который называется дипс. Наводимся на него, нажимаем F. Вот такой прекрасный черный цвет масла означает, что оно выработало свой ресурс, его давным-давно пора было менять, но вы дотянули до последнего. Надо понимать, что масло в таком состоянии убивает двигатель. Берем домкрат, ключ на 13, и откручиваем сливной болт. Масло слилось, закручиваем обратно, опускаем наше ведрище, и заливаем в него новое масло. Настоятельно рекомендую масло до такого состояния не доводить. Для этого ролика это было сделано специально, намеренно. Лучше менять его, когда оно начнет темнеть, то есть вы проверяете каждый раз перед выездом уровень масла и его состояние. Видите, что оно стало явно темнее, чем обычно. Лучше его заменить. Благо стоит не так-то уж дорого, это вам не как в реальной жизни. Надеюсь, этот гайд снимет большую часть ваших вопросов по поломкам к сациуме. Всем спасибо, всем удачи, не забудьте лайк поставить. С вами был Луар, подписывайтесь на канал.